Письмо 227-е, 22 ноября 1974-го. Брурии. Половина седьмого. Вечер пятницы. Снаружи обычный чудесный ветер бушует в ближних деревьях, а я на досуге, один в комнате, сижу на постели, опершись о стену, и пишу. По радио передают хорошую музыку, а я курю отвратительную сигару, которую купил по дороге. На мне треник, и я радуюсь жизни. Один в комнате и не один. Снаружи ветер мне им не насытится. Люблю идти, согнувшись против него, и тащить себя в него с силой, или двигаться быстрей и быстрей, так что сзади раздувается куртка. Ветер пробуждает во мне противоречивые чувства. Например, удовольствие от того, что я внутри комнаты, когда он свистит снаружи, и наоборот, чувство авантюризма, опасности и бури. Он мне также напоминает кое-что из того забытого, что я делал в предыдущий свой период в армии. Ты писала о фильме «Американские надписи» и о мыслях, которые он в тебе вызвал. Мне понятно, что прошлое всегда привлекало людей. Не потому, что оно спокойнее, безмятежнее настоящего, а потому, что время придает события забвению и позволяет нам рассматривать их сквозь розовые очки, и таким образом все кажется розовым и не режет глаз. Также и последняя кинопостановка не говорит нам о лучших временах. Наоборот, умышленно выбран тяжелый период материальных затруднений, ожесточения, мировой войны, и на фоне этого периода взяты несколько особенных людей, отличающихся внутренней красотой и особой душой. Эти люди — главное, что есть в фильме. Изображенный период не произвел на меня особого впечатления, а только люди, поднявшиеся над окружающим. В молодости, а также и теперь, я любил книги Уильяма Сарайяна, чудный и простой писатель, любящий людей и освещающий их особым светом. В одной из его книг, «Человеческая комедия», говорится о мальчике по имени Гомер, который мне больше всего нравится. Чудесный мальчик, любопытный, разумный, бесстрашный, рано проникший в мир взрослых. Он знаком и еще не знаком с существующей в мире болью, смотрит на происходящее, но оно его не задевает и взрослеет вместе с миром. Мир там тоже охвачен войной, и городок Итака теряет лучших своих сынов и продолжает жить в том же внутреннем темпе, что и всегда. А окружающий мир только подчеркивает красоту городка. Противопоставление людей окружающему их миру необходимо для осознания их сути и исключительности. Кроме того, все мы и вправду ищем, кавычки, «другое место, прекрасное и сияющее место, где стоит проснуться», кавычки. Может, поэтому я так люблю эти строчки. Я люблю ходить по улицам, присматриваясь к детям, люблю шагать, насвистывая по тротуарам и смотреть на очертания гор или на луга. Все-таки мир полон красоты, и заключенное в нем безобразие только подчеркивает красоту. Если бы не безобразие, мы, может быть, не замечали бы добра и красоты. Но это уже философия и к тому же слишком упрощенная. Может, не следует искать иного смысла, чем тот, что есть в нас самих. Я считаю, что цель нашей жизни в самой жизни. Если кто-то находит другую цель, тем лучше для него. Главное, чтобы не мотаться в лишенном содержании мире. Те, кому не за что ухватиться, всегда недовольны, всегда находят себе идолов, и всегда изменяют им ради других идолов. Счастье их, когда есть у них идол, а несчастье в том, что длительного удовлетворения их идол им дать не может. Начал писать утром, и вдруг вижу, что пришло время, назначенное мною для объезда местности. Все еще утро. Вышли все командиры, машины готовы. А жаль, хотелось бы продолжить. Посмотрим позже.